Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы на канале Шахматы для всех и мы с вами сегодня рассмотрим очень интересную партию, которая была сыграна в рамках азиатских игр в октябре 2023 года между сборными Узбекистана и Казахстана. Играли лидеры своих шахматных дружин узбекистанский гроссмейстер Надербек Абдусаторов и казахстанец Ренат Джумабаев. Д4 сыграли белые, Д5, С4, С6. Это славянская защита. После обычных теоретических ходов, К3, К6, К3, Е6, Е3, КБ, Д7, белые чаще всего ставят слона на Д3, либо выходят на С2 ферзем. Но Абдусаторов сыграл слон Е2 и тут черные не забирают на С4, а ставят пешку на Б6. Это более пассивное продолжение, тем не менее у черных получается довольно крепкая позиция. После рокировки слон Б7, Б3 слон Б4 и после слон Б2 два нуля. А3 играют белые, прогоняя слона, ферзь С2 ладья С8 и после ладья АД1 ферзь Е7. Черные напали на пешку А3, но на дербек играет Е4, создавая угрозу вилки. Бить пешку нужно, но какую? Оказывается, что если забрать на А3, то после размена чернопольных слонов, хода Е5, прогоняя коня на неудачную позицию, белые ставят ладью на А1, отыгрывают пешку и активизируют свою тяжелую фигуру, захватывая вертикаль А. Конечно, такой вариант черных не устраивает, поэтому здесь и далее Джумабаев пешку на А3 не берет. Он забирает на Е4 и после размена ферзь бьет Е4, черные играют кони в 6. Ферзь белых отходит на С2 и теперь уже можно сыграть С5. Но белые не позволяют черным забрать на Д4, не берут сами на С5, а продвигают пешку на Д5. И после размена на Д5 возникла одна из критических позиций этой партии. От выбора черных зависит многое. Брать на Д5 плохо, потому что белые жертвуют пешку, но взамен получают очень серьезную активность фигур. После кони в 6, ладья Е1, ферзь Д8, конь Ж5 угрожает размен на Ф6 и мат на А7. А после Ж6 критическим образом ослабляется конь, белые играют ферзь С3 и удержать эту позицию черным не по силам. Поэтому лучше было поставить ладью на Е8, нападая на слона, но Ренат Джумабаев сделал ход С4. Вновь напал на пешку А3 и предлагает белым полакомиться своей пешкой С. Но Надербек Абдусаторов как будто бы попадает в ловушку соперника, забирая пешку слоном. И попадает, казалось бы, под убийственную связку по вертикали С. Джумабаев играет Б5, нападая на слона, но после хода конь Ж5 оказывается, что брать слона нельзя. В случае БЦ последует слон бьет Ф6. Все тот же мотив, который мы видели в предыдущем варианте. Нападая на ферзя и угрожая матом. Однако Джумабаев не вешает нос. Он играет слон бьет аж 2 шах. И если белые забирают слона, то черные выходят сухими из воды. Посмотрите, конь Ж4 шах. Далее даже не король Ж1, а король Ж3 атакуя коня. Взятие на Ж5. Ф3. Конь Е3. Вскрытый шах. И тройная, даже четверная вилка. Поэтому ФЖ, конь бьет С2. Происходит размен ферзей. Далее взятие на Б5. Уже двойная вилка на Е3. И взятие на Ф1. В итоге получается интересная позиция, в которой у белых достаточная компенсация за качество. Но положение в целом примерно равное. Однако Абдусаторов слона на H2 не забирает. Он просто отходит на H1. Сохраняя угрозу слон бьет F6 и мат на H7. Если пойти Ж6, то ладья Е1. Далее ферзь С3 нападая на коня. Конь Е4. И черные проигрывают. Поэтому Ренат Джумабаев отводит коня на Е4. И тем самым дважды нападает на белого коня. Белый забирает ферзем. Если побить на Е4 ферзем, то после взятия на С4, белый забирает король H2, получая лишнего коня в эндшпиле. Поэтому Джумабаев забирает на Ж5 ферзем после взятия БЦ, БЦ. В итоге получилась миттельшпильная позиция с двумя лишними пешками у белых и разноцветными слонами. Ренат Джумабаев пытается не пропустить эти пешки в ферзе. Играет слон А6, связывая пешку С4 и дважды нападая на нее. Но на дербек играет ладья Д4. После ладья Е8 ферзь Ж4. Переход в окончании черных не устраивает. Поэтому шаг, король Ж1. И если тут забрать на С4, то следует взятие. Далее ферзь бьет Б2, Д6. Брать на А3 плохо по причине Д7. И после ладья Д8 ладья Е1. У белых выигранная позиция. Поэтому нужно сразу ставить ладью под пешку. После ладья Д1 опять же взятие на А3 плохо ввиду ферзь С7. Поэтому ферзь Б7. После ферзь Д4, ферзь Д7, А4. У белых комфортное преимущество. Правда, пешек на доске поровну. И некоторые шансы на спасение у черных оставались. Но Джумабаев решил сделать темповую форточку. Сыграл H5. Прогнал ферзя. Зашел ферзем на Е2. Напав на слона и пешку С4. Но белые играют ферзь С3. Присматриваясь к пешке Ж7. Необходимо перекрыть диагональ. И Джумабаев играет Ф6. Ладья С1. Теперь белые защитили обе свои проходные пешки. И вот-вот сыграют Д6 либо С5. Поэтому Ренат Джумабаев решил. Пан или пропал. Забирает на С4. Получится ли у белых выиграть тяжелофигурное окончание, которое возникает форсированно? Смотрим. Ладья Б4. Взяли. Забрали. Ферзь бьет Б2. Д6. Вскрытый шах. И после КХ7 пешка проскакивает на Д7. Ладья Д8. Ферзь Д3 шах. Ж6. И ладья Е1. С целью зайти либо на Е8 сразу, либо предварительно дать шах на Е7. Белые сочетают угрозы продвижения пешки в ферзи с атакой на черного короля. И несмотря на формальное материальное равенство, спасение у черных все же не находится. Ферзь Б6. Играет Джумабаев. И после ладья Е7 шах. Сдается. Действительно. После отхода короля на 8 линию можно забрать на Ж6. А если пойти король Х6, продолжая защищать пешку, то шах на Ж5. Ферзь возвращается на Д3. И ослабленная диагональ Б1, Х7 становится причиной поражения черных. Вот такая интересная партия. Неплохая битва двух сильных гроссмейстеров из Узбекистана и Казахстана. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии и подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.